Добрый день, дорогие зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас внутримозговое кровоизлияние. Кому непонятно о чем я говорю, пожалуйста, анатомические сайты вам в помощь. Приоткроете, посмотрите, что это за болезнь. Она может наступить внезапно, это состояние. Оно может привести к смерти. И чаще всего смертность достигает у тех людей, кто болеет гипертоническим заболеванием. А также болезни крови, атеросклерозным сосудом. Также те, кто, скажем так, зависимы наркотически. И не только. Потому те люди, которые чаще всего... Ну, чаще всего смертность достигается у людей, которые болеют гипертонической болезнью. Что необходимо знать этим людям? Вы должны знать точно и четко. Вот здесь я могу сказать. У нас есть пять сезонов в году. И любой сезон может породить те или иные негативные состояния в нашем с вами организме. Допустим, вот сейчас лето идет. Все воспалено. Сосуды тоже воспаляются. Кровь кипит. Понятно. И у людей поднимается давление. И если вы знаете, что вы воспаляетесь, и у вас жара воспаляет, данная точка П3-тяньфу расслабляется. Понятно, да? Приходит зима. Зимой слабость, вялость. Много ининской энергии. Воспаляться нечему. У организма не хватает движущей энергии. Понятно, да? Кровь и так плохо движется. А тут еще движущей ининской энергии не хватает. Что надо данную точку П3-тяньфу? Тонизировать. Вот вам, пожалуйста, как можно универсально использовать данную точку. Ну, а вы четко должны знать, в каком состоянии ваш организм и летом, и зимой, и межсезонью. И когда зарождается энергетика у нас, то есть, я извиняюсь, февраль, март и не только. В каком состоянии наш с вами организм? Многие на это не дадут ответ. Поэтому диагностика 12 миллионов. Мы повторяемся. Всегда вам в помощь. Спасибо за внимание.